А что происходит в области Донецка, уже готова рассказать Ирина Баглай. Ира, здравствуй, теперь тебе слово. Здравствуй, Лёш. На Артёмовском направлении можно сказать, что уже установилась тишина. Крайняя линия, которую держат теперь силы АТО, это Мироновская, Луганская, Светлодарск. И, пользуясь затишием, наши войска основательно укрепляют здесь свои позиции. При этом боевики ДНР хаотично простреливают блокпосты, чтобы спровоцировать ответный огонь и обозначить новые огневые позиции украинской армии. Стреляют редко. Чаще всего это диверсионно-разведывательные группы, которые приближаются к нашим позициям даже на 200 метров. Также в этом районе со стороны Дебальцева наши военные зафиксировали передвижение двух российских танков Т-90. Но вот такое затишье здесь по дороге на Дебальцево можно объяснить ещё и переброской тяжёлой техники боевиков в сторону Горловки и на Мариупольское направление. Так нам сказали военные. А вот местные жители постепенно привыкают к тишине. Некоторые решились выходить уже на улицу и теперь запасаются углём, дровами, которые, переезжая на новые позиции, им оставили украинские военные. Доголь берём, дрова берём. Дрова, уголь. Да, вот такое, что более, потому что ни дров, ни угля нету. Никто ничего не возил, топить чем? А детей сколько? Не стреляют, да, слава богу. Сколько дней уже давно? Надолго ли это затихло? Я всего боюсь. Я ложусь спать и боюсь просыпаться. Ночью вчера двора загахнула, а я думала, уже всё началось по новой. Страшно, конечно, очень страшно. А вот в посёлке Мироновском сегодня выдавали гуманитарную помощь по спискам. В первую очередь инвалидам, матерям-одиночкам, сиротам и переселенцам. После того, как прекратились артиллерийские обстрелы, люди начали возвращаться домой. И помощи здесь нужно гораздо больше. Переселенцы, которых очень много в посёлке, они бежали от конфликта из соседних деревень и городов, в том числе из Дебальцево. Проехать ближе к Дебальцево теперь невозможно. Уже в нескольких километрах блокпост боевиков. К тому же дорога в районе Логвиново, где базируются российские террористы, заминирована. И в сети интернет появилось видео, что осталось от моста по дороге на Дебальцево после боёв. Он практически разрушен, но некоторые пытаются сэкономить время и проехать по прямой. Алексей. Ирочка, спасибо. Это была последняя информация из Донецкой области от моей коллеги Ирины Баглай.